Может мы его выслушаем, а потом я его наперываю. Это что надо? Это же все история. Мы продолжаем. Стереть потом можешь все, что хочешь? Да. Я ничего не стираю. А, ты вот как, без купюр. Вот он какой, оказывается. Мы догадываемся купюркой, но теперь ты... Мы были сейчас в бане, там тоже поразмышляли на нашу тему, да, и мы продолжим. Много чего интересного сказали там, что не услышали наши уважаемые зрители. Кстати, я хочу напомнить, что наше обсуждение не есть истина. Если кто-то хочет примкнуть к этим обсуждениям, можно какую-то информацию писать. Это чайник просто. Да-да, я знаю, будет немножко. Вот, можно. Вот сюда садимся. Нет, нормально. Это Андрей Вашеньевич. О, спасибо. Андрей, и маленький витамин МИ. Это что такое? Очень вкусная штука. Мед натуральный. С добавлением какашек горло-козла. Пластика, корень. Если алкоголь, то не надо. Нет. Без алкоголя. Я тоже это самое не пью, поэтому... Спасибо. Мы выпивающие, не пьющие. Вот, и мы продолжаем нашу беседу, и давайте тогда... Мы выслушали мнение Андрея в первой части, какое-то мое вступление в начале, и Рустем, пожалуйста. Добрый день, наши дорогие друзья. Со стуковки. За здоровье, да. Самое главное, безусловно, здоровье, и от этого фундамента мы все можем отталкиваться. И сейчас наше пребывание в бане подчеркивает наше понимание, что здоровье, оно в основе всех других шагов вверх или вглубь. Ну, не в кривь и в кость. И не в кривь и в кость, да. То есть в бане, в русской бане, никаких шагов в кривь и в кость не допускается. Так, я напомню, что мы обсуждаем такую тему, чтобы мы немножко, да, что-то какое-то русло имели. Начало, начало сюжета из известного кинофильма, из известного кинофильма «Табы уходит небо», такая тема. Вопрос был заданным цыганом. Почему он ушел из табора? Сказал, что не тот цыган, он не пошел, коня на звук. Меняю. Поэтому хочу вот в разрезе боевых искусств нашей жизни, вообще, может быть, какие-то параллели, да, вот у меня. У нас свободный разговор. Да. Свободный. Но в рамках какого-то века. Я иногда, так сказать, это возвращаю. Пользуясь данной свободой, мы будем развивать, безусловно, именно эту идею, но отклоняться от нее нам разрешено. И поэтому идея свободы, как и идея, скажем так, приоритетов, скажем так, свободы в образе коня и золота в образе корыстных каких-то целей, Каких-то сдерживаний, да? Да, сдерживаний. Оно, безусловно, как бы применяется, эта альтернатива, как одни из главных жизненных вопросов. И поэтому мы ищем, не соль же денег, я хотел эту мысль сказать, что мы ищем эти ответы на эти вопросы среди друзей, среди знакомых, среди людей, которые также посвятили жизнь как бы спорту, да, единомышленников. Но мудрые древние знания, они подчеркивают отличие человека от животного тем, что человек именно этим и отличается от животного, что он может спросить, задать вопрос о том, о чем он не понимает, потому что провести большое количество времени в умозаключениях внутри себя, там, или внутри своей локализованной группы людей, друзей, да, которые выросли на одних базовых принципах, иногда невозможно найти ответы на вопрос. Поэтому человек, в отличие от животного, он может задавать вопросы, когда не понимает, и это совершенно нормальное состояние от него и отличает, как бы показывает наличию его разума. И поэтому, как бы, здесь источником этих знаний являются, ну, знания, которые свыше или глубже в истории, да, там, что можно сказать, что синонимы. И здесь вот, например, я ищу эти ответы в видичной культуре. В видичной культуре, которая, как я везде всегда подчеркиваю, меня заинтересовала как культура, в которой мы все когда-то были, находились. До известных событий две тысячи лет назад, там, может быть, в полисном и сам, да. Все были в одной видичной культуре, в культуре. И, там, путешествия каждого из нас доказывали, что оставки этой культуры во всех народах присутствуют. В языке, в образе жизни, в образе мысли. Почему там? Поэтому человек, занимаясь, там, допустим, спортом, да, он, что-то к нему ближе, он сталкивается с теми же самыми вопросами, что и другие, или в других областях. И пытается, как бы, в спорте найти ответ. А здесь вот я сторонник, так называемого, метода дедукции, да, от общего к частному. Вот. И изучая древние знания ведические, изучая нервозрение, которое там предлагается принять, да, изучить, безусловно, пропустить через все сисы сомнений, через все, скажем так, необходимые для безопасности внутреннего человека, значит, все эти преграды, отвергнуть, либо принять эти знания, да. То есть, напомню, что сито является внутренним сомнением, дальше является авторитетное мнение человека, которого ты уважаешь, понимаешь, как учитель, папа это твой, дед, друг старший, учитель, тренер. И третье, самое важное сито, это святые писания, которые прошли главные испытания, это испытания временем, веками, веками, да. Огромные тысячелетия, все святые писания так или иначе исчисляются столетиями, тысячелетиями. Поэтому, когда человек пропускает это для безопасности через эти сито и эти знания проходят, эту проверку, то человеку дальше остается либо принять это знание и в свою жизнь применить в образ жизни, в образ мысли, в образ поведения, общения, либо отвергнуть и идти дальше за другими знаниями. Получается, твои вопросы, они, скажем так, это поиск ответов на главные жизненные вопросы, да, свобода либо несвобода. И здесь, вот ты привел пример цыгана, старого цыгана из табора. Здесь можно по-разному ответить, отвечая прямо буквально на той вопрос. А можно опять же обратиться к медическим знаниям, где говорилось, что у каждого человека несколько этапов жизни. Это детство, когда он все впитывает как губка, да, дальше, как бы, когда он становится зрелым мужчином, семьянином, и он должен брать на себя ответственность за воспитание детей, поддержание семьи, жены. Дальше наступает период, когда он свои задачи именно такого защиты в материальном мире в большей степени закончил. Дальше наступает задача подготовки себя к смерти, да, чтобы воспринимать этот момент, это событие с открытым забралом, да. И дальше человек рекомендуется быть в одиночестве. И оно не просто так рекомендуется, а у тебя эта природа противится этому. Оно как бы естественное, внутренние позывы есть, и это не зря, не случайно, все как бы естественно. Возможно, цыган почувствовал, что пора, наступило время, когда ему нужно быть одному, осознать всю свою жизнь, прошлую, осознать, что предстоит. Уже, скажем так, лишняя гормональная энергия не будоражит кровь, да, чтобы поддаваться соблазнам. Вот, поэтому, как бы, всему свое время, всему свое время. И как мы с тобой, когда ехали сюда, также есть выражение каждому, или как мы вместе общались, да, каждому сверточку свое шесток, да, каждому свое место. Вот, здесь это тоже можно объяснить, вот, но это другая история. Поэтому я считаю, что если изучать науку жизни со ссылкой на авторитетное мнение, и включать еще, безусловно, свое осознание, то так или иначе ответы на вопросы будут приходить, а источником всех знаний является, как бы, создатель наш, да, то есть источником должны быть, ну, как бы, не мы, да, а источник должен быть выше. То есть идея знаний, это всегда, как бы, делать шаг чуть выше от того понимания, в котором ты находишься сейчас. И если, как бы, есть авторитетность и понимание, что эти знания, они одухотворены, то тогда это, как раз, вот, те знания, которыми хочется наполняться. Не знаю, ответы на твой вопрос, нет? Ну, на самом деле, не знаю, вот, по большому счету, я не стремлюсь задать вопрос. Я хочу просто обсудить высказывания. Здесь не то, что я хочу найти, прав ли он, не прав ли он, или как бы, вот, есть высказывание. Не тот, я хочу перефразировать. Можно вот на сегодняшнюю нашу жизнь. Да, применительно, сузить. Ну, где-то, может быть, не то, что, а может быть, даже и расширить. Тот ли человек нынче пошел? Ну, вот, слушай, Рустама, я понимаю, что... Рустама, извини, пожалуйста. Я понимаю, что в его понимании ценности... Вот, злата, да? Ну, ценность. У него своя ценность. У Рустама ценность духовная, духовная ценность. И я с ним согласен целиком и полностью. Я считаю, что это подлинная, настоящая, истинная ценность. Когда оно приходит, это понимание? У всех по-разному. У всех по-разному. Так, оно приходит... Оно приходит как заложено генетически, или оно приходит путем воспитания, среда, понимаешь? Вот, допустим, взять того же персонажа из этого фильма, да? Он вроде бы из табора, вроде бы среда, Вроде бы должна быть какая-то передача информации из поколения в поколение. И все равно внешняя какая-то среда, как некий вирус, начинает ковырять и делает то, что исконно предначертанное вообще человеку в виде коня, как в виде свободы, да? Ну... И все, оно теряет всякий смысл. И сегодня, сегодня, да? А тот ли человек нынче пошел? Если мы видим, что по большому счету живое существо любое, которое есть на сегодняшний день на планете Земля, оно так и осталось свободным. И только человек его делает не свободным. Оно его меняет на золото. Возьмем те же зоопарки, зверинцы и так далее и тому подобное. Только человек устраивает, да? Он устраивает это с животными, он устраивает это с себе подобными в виде концентрационных лагерей, каких-то еще вещей, в виде стран, ограничивающих пространство проживания, ограничивая за какую-то... за какое-то золото. Смотри, Роман, вот это вот представление, оно не только сейчас у нас там, да? Нельзя сказать, по-моему, нельзя сказать, что сегодняшнее общество, оно такое-сякое, разыдатое до ПТД. Вот проблемы отца детей, это со времен наших известных русских литературных классиков, они это... это всегда эта проблема была там, да? Но вот это соотношение, когда человек понимает, что деньги это не главное, деньги это важный инструмент для достижения всех необходимых там целей человеческих, на которые каждый имеет полное право, да? Но это не главное. Вот, коль скоро ты называешься человеком, то у тебя должно быть нечто главенствующее. А это важный инструмент. И вот процентное отношение в обществе людей, которые перекошены в другую сторону, да? И которые не дали себя размыть в этих убеждениях, он всегда разный. И я не думаю, что на сегодняшний день... Вот я вот хожу на тренировки, слава Богу, меня везде ждут, везде приглашают. И я там, не только тренировок, я вообще сталкиваюсь с молодёжью, которая вот реально нормальная, достойная, и она, казалось бы, да, в наше время там за последние 30 лет в стране там всё это капитализировалось, хирализировалось и т.д. Есть нормальные люди. Среди молодёжи есть нормальные люди. И они достойны того, чтобы жить на этой земле, достойны... Это абсолютно так. Хотя я и скептик вообще в этом смысле, но они есть. Но сказать, каков процент нормальных в этом смысле людей там, да, в нашем сегодняшнем обществе сделать вот этот вот срез, и какой процент сдвинутых, чисто по моим субъективным ощущениям, их стало больше, вот этих сдвинутых в сторону золотого кельца на сегодняшний день стало гораздо больше, чем, допустим, было в советское время. Вот, если я на этом этапе ответил, вернее, так, высказал свою точку зрения. Я думаю, что да, она их больше стала по сравнению с периодом 30-40 летней давности. Ну, если опять же обращаться к ведическим знаниям, то сейчас по хронологии, которая предлагает, цикличной хронологии в течение времени, которая предлагает ведические знания, сейчас четвёртый период, называется Кали-Юга, то есть век обмана и раздоров. Вот, и он начался, этот период, пять тысяч лет назад, и будет идти, если я не ошибаюсь, еще 418 тысяч лет. Вот, то есть, где деградация человека будет еще больше усугубляться, продолжаться. Это самый короткий период из всех четырех. Вот, но деградация будет продолжаться, которая закончится, безусловно, как бы, неким апокалипсисом, и дальше наступит опять первая фаза, золотой век, золотой, серебряный, бронзовый и железный, как сейчас называется, да. Чем они отличаются с такой, с психологической точки зрения? Что дается другой образ, вот мы сейчас обсуждаем образ свободного старого цыгана, да, который отказывается от злато и идет за свободой, за конем, а там дается образ быка. Быка, быка, отца быка на четырех ногах. И основа всего общества, основа всей человеческой цивилизации, как бы, представляется в виде устойчивого стоящего на ногах быка, у которого каждый из ног олицетворяет некую опору в столб общества, в столб цивилизации. Да, и этих столбов, их четыре, соответственно, сколько ног. Первое – это аскетизм, второе – это чистота, третье – это милосердие и четвертое – это правдивость. И вот если говорить о деградации общества с течением времени, золотой, серебряной и так далее, постепенной деградации, то, как бы, в каждый из периодов общество теряет одну опору не из-за того, что оно, как бы, это выбрало, а из-за того, что само время, цикл течения времени предполагает отсутствие этой опоры в обществе. И если… Размывает ее? А? Размывает эту опору? Да, размывает – это, как бы, так устроена жизнь. Так устроена жизнь, и, соответственно, мы живем, в общем-то, с одной стороны, в самый тяжелый момент, когда нету трех из четырех опор, я скажу, каких, да? А с другой стороны, именно, как бы, в силу высоких рисков, которые сейчас даны, то есть те, кто осознал свою духовную природу, те получают возможность быстрее прогрессировать, как бы, вопреки, да, то есть вопреки всему, быстрее прогрессировать и осознать свою духовную природу и связь, как бы, с Богом. Первое – это аскетизм, то есть то, что раньше могли видеть, там, аскеты много лет не есть, да, там, какие-то очень строгие ограничения к себе принимать, сейчас просто физически люди не могут это сделать, то есть они, как бы, дико даже такие вещи слушают, я даже приводить примеры не буду, там их очень много. Дальше получается чистота, да, чистота в широком смысле слова – тело, да, вокруг помещения, мыслей, речи, чистота речи, чистота духа, то есть чистота во всем, то есть вот мы, кстати сказать, вот применяем, как бы, матерные слова, да, это в какой-то степени не чистота, да, то есть и мы ее, как бы, ну, принимаем, нас не шоркает, как бы, от этого, да, то есть мы ее принимаем. Сейчас этого столба нет чистоты, как бы, которая была, естественно, в Серебряный век. Третье, то, что сейчас явно доказывается, и моей жизнью, 12-летним опытом изучения ведических знаний доказывается, то, что сейчас нету милосердия, то есть третий столб – это милосердие, то есть выборочное милосердие, относительное милосердие, и вот Роман Георгиевич, принявший в определенный момент идею вегетарианства, он, как бы, подтвердит, что, и я вот подтверждаю, что за 12 лет моего вегетарианства, которое было принято именно исходя из осознания необходимости в жизни и в человеке милосердия, да, и отсутствия насилия, тоже о чем мы говорили, то есть я принял вегетарианство именно как результат мировоззрения мне понятного, по которому я хочу жить, что должно быть не насилие и милосердие. И то, что мы кушаем, как бы, мясо животных, которые также способны чувствовать боль, да, и не хотят быть убитыми, это, как бы, некие, в общем-то, воплощение в жизнь идеи милосердия и ненасилия, вот. И за 12 лет я хочу сказать, что, как мне казалось, если я вот расскажу кому-то, да, и скажет, елки-палки, да и как же я не понял, и перестанет есть мясо, ну, пускай не прямо сразу, а придет к этому там постепенно, нет. очень мало людей, очень мало людей, как бы, способны, я не говорю, что они хуже, я говорю о том, что сейчас такое положение, да, время, очень мало людей способны сказать и осознать и принять то, что не надо кушать пищу, как бы, убитых животных. И третий, третий столб, который сейчас, как бы, потихонечку вымывается, и мы видим это на глазах, то, что вы сказали, за 30-40 лет в нашей жизни мы видим деградацию. Это третий столб, это четвертый столб, это правдивость, то есть она еще сейчас у нас есть, мы видим, например, когда кто-то по телевизору нам врет, да, мы это, как бы, ощущаем. У нас есть дистинция, да, мы знаем, что такое правдивость, мы жили при правдивости, мы умеем отличать, но уже теряем этот навык, и кривда становится правдой и так далее, наоборот. Поэтому, вот, сейчас, как бы, нам доступна правдивость, и быть правдивыми или быть неправдивыми, это решение наше, внутреннее, то есть мы внутри принимаем решение врать, не врать, и мы, как бы, это делаем, то есть это управляемая нами ситуация. Вот, с чего я начал, я не помню. Со столбов. Да, да. Да, да. Поэтому вот этот образ быка, сейчас бык стоит на одной ноге. Вот, и, соответственно, как будто эта война с гуной невежества, то есть гуна, или, скажем, энергия отсутствия знаний, да, и энергия насилия, это война, по сути дела, вот, если применить сейчас к спорту и к миноборствам, это война каждого внутреннего человека, да, которая предъявляет к тем, кто встает наперекор вот этим процессам, в защиту этого быка, стоящего на одной ноге, она предъявляет к этим людям высокие требования, как физической культуры, как философского, такого, осознания жизни и ценностей, приоритетов в жизни. Могут ли, извини, Рустам, я тебя привел, знаешь, у меня такой вопрос сейчас возник, в связи с этим совсем. Могут ли различные системы боевых искусств, так называемых боевых искусств, ну, трактовки дальневосточной, Будо, так называемый Будо, да, иероглиф Бу, он там по-разному трактуется.